Ха-ри Кришна! Ха-ри Кришна! Кришна-Кришна! Ха-ри Ха-ри. Ха-ри Рама! Ха-ри Рама! 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 Ха-ри Ха-ри... Имагаджта Цмиринна просит господа Вишну прощение. И это урок для всех. По приказу Иммагаджа его слуги хотели пленить Аджамилу. И здесь говорится, что Аджамила Вайшнаф. И как Иммагадж мог арестовать его? Закон таков. Если подчиненные делают что-то неправильно, то старший, ну глава организации, должен нести ответственность. Или молить о прощении Верховного Господа. И вот здесь Иммагадж делает это. Хотя Иммагадж Вайшнаф, Махаджана, все равно он просит о прощении Господа Вишну. За то, что так получилось, что он создал трудности для Вайшнава. И поэтому нам надо быть очень внимательными. Не совершать никаких оскорблений водостным стопам Вайшнава. И вот тут вопрос один возникает. Как это так, что Аджамила является Вайшнавом? Столько грехов совершил Аджамила. Вообще даже нет греха, которого бы он не совершил. Как назвать его Вайшнавом? Прежде всего я воздаю славу стопам всех Вайшнава Фриндавана. Я молюсь всем спутникам Махапрабу из Нелачала и преподаю к их стопам. Я молюсь, чтобы обрести любовную привязанность к водостным стопам всех преданных Махапрабу из Новодвипы. Я предлагаю пранама стопам всех преданных Махапрабу из Гаудэдэши, Бенгалии. С воздетыми к небу руками я молюсь стопам преданных Гуранги, где бы вообще они ни жили, в каких бы местах они ни жили. Зажимая травинку в зубах, я вручаю себя стопам всех слуг Махапрабу, которые когда-либо были и когда-либо будут. Вот о чем тут говорится. Я слышал об их славе в Ведах и Пуранах, которые провозглашают, что каждый преданный Махапрабу способен дать освобождение целой вселенной. Вот Девакинан Данда Су, он очень хорошо здесь все объясняет. Нам нужно оказывать почтение Вайшнавам, служить всем Вайшнавам, Вриндаваны, Нилачала, Новодвипы, Гаудадэши, всем последователям Махапрабу в прошлом, сейчас и в будущем. Кто станет в будущем последователем Махапрабу? Всем им надо поклоняться. И вот тут такой момент интересный. Как нам понять, кто станет последователем Махапрабу? Вот поэтому Махапрабу учит нас. Почитайте всех и каждого. Вакцистанце Асвати такое говорит, не беспокойте даже незначительную дживу, потому что Бхагаван находится в его сердце, сидит в его сердце. Всех надо почитать. Ну а если кто-то является убийцей, допустим, да, я не могу я убедить его стать Бхактой, что делать? На Гадамоне он смог изменить. Великий Вайшнав, он может изменить сердце убийцы. Но как быть мне? Надо проливать милость. Все Вайшнавы спасители падших душ. Я бегу за Вайшнавом. Потому что я, реально я падший. Вот такую жадность я развил. Я хочу получить милость Махапрабу и дорогих преданных Махапрабу. Если я буду служить им, я получу благословление. И какое благословление? Я смогу присоединиться к Шаванам Киртанам. То есть к слушанию и прославлению славы Бхагавана Кришна. К воспеванию имени. Это возможно по милости Вайшнавов. Без милости Вайшнавов не смогу я совершать Киртан. Не смогу я слушать Киртан Кришна Кадху. Я великий оскорбитель. У меня много невежества. Много тамогуна. Поэтому я развил дамбу гордостью. Ой, я такой, я такой. Когда моя гордость растет, я не могу прославлять Вайшнавов. Не способны прославить Вайшнавов, как я получу милость. Я стал немым. Не могу прославлять Вайшнавов. Но я могу обрести счастье, общаясь с Вайшнавом. Все совершенства придут от Вайшнава Санги. Что за совершенства? Какие совершенства? Кришна – према. Величайшее богатство. Оно достижимо только благодаря общению с Вайшнавом. А это совершенство человеческой жизни. Очень редко мы попадаем в эту человеческую форму жизни. Если человек обретет прему, вот это редчайшая удача. Благодаря общению с Вайшнавами. Благодаря благословению Вайшнавов. Все наши желания будут исполнены. Поэтому мы молимся Вайшнавам каждый день. Ванча Калпа, Трубя, Ща, Крипа, Синху, Бери, Вача, Патитана, Павана, Ибьо, Вайшнава, Ибьо, Намована, Махана. Вот что мы желаем? Мы желаем любви к Кришне. Предавшись возрастным стопам Вайшнава, мы обретем прему. Вот это единственное наше желание. Исполнить его могут только Вайшнава. Нам надо быть очень внимательными. Не совершать оскорбления. Бургавинда с вами говорил. В уме, в сердце есть тенденция совершать грехи, оскорбления. Если мы вытолкнем эту тенденцию, то не будет желания к оскорблениям. Ну что это значит? Не должны мы держать ум и сердце полностью пустыми. Вайшнав говорит Кришну Катху. И так он помещает Кришну в наш пум, в наше сердце, чтобы вся грязь была вытолкнута оттуда. И так никогда мы не будем совершать оскорбления. Мы не будем оскорблять нынешних Вайшнавов и тех, кто в будущем станет Вайшнавом. Пожалуйста, не давайте возможности ничему, кроме Кришны, входить в ваш ум. Гурдев говорит, это тренировка. Находясь в Гурашине, мы тренируемся держать Кришну в своем уме. Чувства контролируются умом. Разум выше ума. А выше разума духовная душа. Ну что сейчас произошло? Ум, мой ум стал господином. Атма, душа, стала слугой. Все должно быть наоборот. Вот теперь атма, душа, из-за ума попадает в разные места, в разные тела. Но ум, он в действительности хороший слуга. Если атма займет положение господина, ум станет слугой. Мы должны стать сознательными, сознающими, чтобы атма заняла положение управляющего. Тот, кто не слушает, не прислушивается к нуждам атмы, а слушает ум, находится в одной комнате с великим врагом. Мы сейчас пришли сюда практиковать садхану, баджану. Если мы будем слушать свой ум, не сможем мы стать садхаками. Иногда это слово, атма, указывает на ум. Иногда тело. Но надо понять, что атма – это частичка Богована Кришны. Атма трансцендентная. Ум и тело, вот они материальные. Если человек находится в сознании души, он сможет служить Боговану Кришне. Если он находится в сознании тела или ума, он будет просто наслаждаться Майя. Мы не полностью находимся в сознании души, поэтому мы служим Майя. Не способны мы сейчас служить Боговану Кришне. Если мы развиваем желание и хотим удовлетворить его, ну вот как это всегда тут у нас бывает, это значит, что мы слушаем ум. Теперь я не слушаю ум. Не слушаю вот эти свои прихоти. Я думаю о том, что хочет Кришна. Что от меня сейчас хочет Кришна. Мне не надо. Да, ничего мне не надо тут. Очень немножко на самом деле мне надо. Ну что тут нужно? Но ум негодяя. Мы сейчас находимся в этом материальном яде. Яд кругом. Что это за яд? Это кама, кротха, лобха, моха, мада, мацарья. Всегда мы имеем рядом этих врагов. Жадность, иллюзию, гордость, зависть, похоть и так далее. И не только это. У нас сильное желание касаться анги. Всякие сплетни, разговоры, непонятно о чем мы говорим. Что происходит, когда мы занимаемся сплетнями. Вот на эти мирские темы беседуем. Нам становится нужна пратиштха. Ну, вот я такой. И кутинати. Постоянно. А, вон там что-то. Множество аппаратов приходит. Простота. Это вайшнавизм. Если мы не становимся простыми, как мы сможем стать вайшнавами? Но простым не стать, если есть кутинати. Если мы постоянно ищем. Вот у него что-то, у него что-то. Недостатки ищем. И не стать простым, если есть желание славы, признания. Это вообще беда. Я там такой-то предный. Я вот столько сделал для Кришны. У меня столько любви к Господу. Я преми-бакта. Рогануга-бакта. Я окружен этими врагами. Как мне достичь лотосных стоп Адхи и Кришна? Если у меня все эти плохие качества есть. И как оставить плохие качества? Садху-санга. Надо стремиться общаться с садху. Позвольте мне поместить ум у лотосных стоп вайшнавов. И вот так все типы неудач выйдут из нашей жизни. Бактисидан Царасвати такой говорит. Бейте ум метлой сто раз перед сном. И проснувшись, бейте. И также бейте его ботинком. А это значит, позвольте нам воспевать маха-мантру перед сном. И позвольте нам воспевать маха-мантру только проснувшись. К сожалению, заканчивается эта лекция. Эта лекция Ши Ши Патчхи Тани Чандры Прабу 13.08.2008 Ши Мат Бхагаватам 6.3.30